На повестке дня заседания комиссии по благоустройству обсуждалось несколько важных вопросов. В планах, наконец-то, уделить должное внимание особо проблемным поселкам района – Новодорожино и Петровскому. Там поменяют все инженерные коммуникации, которые остались еще со времен советской власти. Будет улучшено освещение, оборудованы детские площадки, построены дороги. Благоустроительные весенние работы планируется провести по всему району. В помощь дворникам будет выделена специальная уборочная техника. А начиная с 26 марта начнутся традиционные субботники и пройдет ряд акций «Наш лес, посади свое дерево». Мы тоже должны четко понимать, где мы проводим эти акции, где мы высаживаем новые деревья, кустарники. Наши все учреждения, парки должны тоже представлять, где мы это делаем. Должны быть обеспечены посадочным материалом. У нас для этого есть финансовые ресурсы. Все это в бюджет было у нас, соответственно, заложено. Следующий вопрос, обсуждаемый на заседании, касался не только нашего района, но и Московской области в целом. Это недостаток парковочного пространства. В Видном имеется внушительный дефицит. Не хватает 16,5 тысяч мест и по большей части не в старые застройки, а в новых микрорайонах. Что вы думаете о парковочном месте в вашем районе? Их нет. Их очень мало, не хватает на всех. Народ паркуется на газонах, конечно, хорошо бы, если было бы дополнительные какие-то места. А вы сколько ищете места, чтобы припарковаться? Если до 7 часов приезжают, то нисколько. А если после 8, где-то на обочине можно ставить. Парковку нужно строить, это в первую очередь. В вторую очередь выезд нужно строить с 6 микрорайона, потому что пробки постоянно. Парковочного места действительно мало, поэтому водители ставят машины там, где имеется возможность. Иногда это создает определенные проблемы для пешеходов. Жестное, конечно, с колеской тяжело проезжать. Хотелось бы рачить эти дороги. Не пройти, не проехать. И машины, естественно, считают, что они тут главные на дороге. Когда обходишь по дороге, очень опасно получается. Губернатором Московской области был подписан акт о реализации специальной государственной программы. Цель которой – создание дополнительного парковочного пространства в городах с населением более 200 тысяч человек. Наш город, к сожалению, в нее не попадает. Но, несмотря на это, администрации Ленинского района будут предприняты определенные меры. Мы должны, вне зависимости от того, будем получать мы денежные средства из вышестоящего бюджета, не будем подготовить свою программу по изменению ситуации с парковочным пространством. Мы здесь должны точно так же обратить на это внимание. И, Сергей Анатольевич, в установленный срок прошу, чтобы был готов соответствующий четырехлетний план. Речь идет о четырехлетнем плане. Все проекты строго ограничиваются сроками. Если относительно парковочного пространства планы стоят долговременные, то в случае с другими намеченными благоустроительными работами, результаты должны быть видны уже в июне. Александр Шишов и я, Адамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.